Игорь, тебе сколько лет сегодня? 38. 38. 3,33. Издравляю. Спасибо. А мне уже скоро 60 будет. Хэппи бёздэй нам сделают. А так, в принципе, есть нечего. Суп какой-то. А ну пошли бурши. Ну что? Ну суп. Суп харчок. Вверху вода, внизу ничего. Да, точно. Ну что там? Полодец. Так. Два, три. Всё. Такое скромное денуждение. Обычно на сутник каждый именинник проставляется. Ну вот Игорь в данном случае что там? Проставляется. Сососола красная, Пепси соло синяя и Милка. Вот. Будем сегодня кушать. Спасибо. Приятного аппетита. Ещё раз поздравляю. Я пошёл гулять. Я прошёл гулять. Олег, смотри, мы сейчас там будем блокаут-тест делать, алармы там какие-то у вас будут выходить, там ничего серьезного отключаться не должно, пожарка там переключится на время на батарее, ну алар будет висеть, не переживай просто, там нажмешь окно, и все, ну конечно, все, давай. Идем в помещение АДГ. Так, Игорь, ну освежи нам память, а то уже не было. Ну ежемесячная проверка согласно СОЛОСу под нагрузкой аварийный дизель-генератор, с взятием аварийного свитчборда на шине. Ну вообще-то в жизни, приехал, раз за контракт сделал, и нормально. Ну, не, ну хотя бы каждые три месяца. Не, ну хотя бы. Хотя бы. Раньше, значит, работал он полчаса, да, потом час. А теперь по два часа. Да, два часа. Ну запускаем. Так, наушнички надеваем. Дюнта. Вот такие кальмары у нас. Большие. Ну кальмары. Ну кальмарчики хорошие. Ну кальмары такие хорошие. Мы пришли ровно в полночь в Ливию и стали на якорь. Хорошо, что у них была какая-то непогода. И пока что один день прошел, и мы плавно перетекали на второй. Но неизвестно. Может быть мы пойдем ночью или утром, а может еще постоим. Ну, ребята на палубе уже готовили трап. На всякий случай, кто его знает. Надо быть всегда на готове. Второй механик Витя начал выращивать в каюте чеснок, лук, клубнику. Вынес на улицу, чтобы они немножко постояли на солнце. Но старпом Роман посмотрел на это дело все и сказал, Гена, я на прошлом пароходе столько выращивал на мосту, что это просто нужно видеть. Я потом к нему зашел на мост, и он мне показал фотки. Я немножко чуть дальше покажу, как это все выглядело. Только что вы видели, сколько нам привезли химии, мочевины и натрий OH. Это все наши очистительные системы, которые снижают выбросы окисла азота. Поэтому сейчас можно не бояться, мы во всеоружие, когда пойдем в Штаты. Постепенно солнце садилось, и будем надеяться, что нас никто ночью будить не будет. Ну что ж, ребята, приехал на пароход как в дом родной. Можно сказать, из одного дома вернулся обратно. Вообще ничего не почувствовал. Ну, как будто, знаешь, в начале какой-то стресс. Все люди знакомые. Ну, как все, в машине второй механик Витя. И Игорь, электромеханик, с которым мы списывались в Колумбии. Игорь, ну потанцуй. Третий механик уже не филиппинец, он уже был до этого тоже наш. А до этого был филиппинец, хотел вернуться, но не получилось. Поэтому все люди самостоятельные, все нормально. Единственное, что, как вы помните, первого капитана экипаж списал. Потом капитан, который, можно сказать, в моем топ рейтинге, который играл на саксофоне. Тоже его суда не утвердили. И после него еще одного капитана тоже, получается, суда не взяли. Трех капитанов, можно сказать, списали. Ну, Стармех уехал. Пока что я не вижу, как его подсвердили или нет. Посмотрим. Я пока что работаю и этим очень рад. Все-таки новый пароход есть новый. Какие-то небольшие проблемки, но мы с этим уже сталкивались до этого. Поэтому я живю, я себя чувствую очень хорошо. Тем более, еще мой суперинтендант уехал в Драйдог куда-то. И я вообще сижу, три дня тишина, никакие письма не идут. Я просто отдыхаю. И пока вот доехали до Ливии, тоже повезло. Тоже обычно сходу, как вы помните, сразу Лосман приезжает и вперед погнали. А тут уже на второй день пошли на якоре стоим. Там какие-то песчаные бури. Ни погода, может еще и простоим. Потом возьмем нефть, которую, по-моему, греть не надо. И пойдем по направлению к Нью-Йорку. Это тоже недельки две. Можно пока войти вообще в весь курс дела. Ну, я так уже просмотрел быстренько. Все постепенно с памяти всплывает в памяти. И потом посмотрим в Америке, что там будет, куда дальше. Пока что все нормально. Занимаясь своими любимыми хобби. Пошел вот уже второй день гитарку мучая. Пальцы, конечно, все отошли полностью. Ну, в голове все это вспоминается. Мышечная память помнит. Все то же самое, что и с работой. Как говорится, на велосипеде научился кататься, никогда не забудешь. Поэтому... А, кстати, Pumpman новый наш. 63 года. Такой живчик вообще. Нормально. И давай! Один кадет из этих... Куда мы пришли сейчас? Ливийцы. У нас же судовладельцы ливийцы. И один engine cadet, который в английском вообще не сильно понимает, перешел тоже Pumpman, ну это Donkerman. И на палубе. А у нас электрический кадет, с которым можно немножко поговорить. У них уже полгода, я думал, они сейчас уедут, но они что-то именно в Ливии их не могут списать. Такой порт. Ну, едем дальше. А теперь давайте посмотрим, как настоящие садоводы привели в нормальное состояние мостик судна предыдущего танкера. Смотрите, здесь просто ляны какие-то. Мне это напоминает чем-то, если кто-то видел фильм Джуманджи, Робин Вильям сыграл. Просто все заплело. Посмотрите. Когда-то мне попадался стропом из Херсона лет так... Я о морских историях рассказывал лет 15 назад. Так он за 7 месяцев вырастил помидоры. И они вполне были красные, и на вкус нормально все было. Ну, если заниматься. Хотя мы решили в следующем порту тоже агенту заказать землю, горшки. И может что-то из этого получится. Так они праздновали Новый год. Видите. Все интересно. Главное, чтобы у человека был охотный. Мы зашли в Ливийский порт Раосланув. Ну, даже не зашли в порт, а стали на Монобуй, с которого подали два огромных шланга. Присоединили. И пошла погрузка. В этот момент, пока я сидел в машине, меня обрадовали хорошей новостью. Говорит. Поднимись наверх. Пришел таможенник. Он здесь один на два порта. Хочет проверить твою каюту. Оказывается, наше судно заходило до этого. И был тот же самый человек. Я записал в декларацию какое-то количество долларов, но ошибся на 200. В меньшую сторону. Если бы больше, он бы у меня их забрал. Начал искать. Говорит. Где у тебя еще 200 долларов? По холодильникам? По ящикам? В общем, пересчитывал все. Он именно к топ-офицерам ходил. Ну, в конце концов, у всех что-то считал. Считал. Мы до этого еще спрятали всякие лекарства, таблетки в машине. В итоге, все равно он забрал 35 ящиков, 35 блоков сигарет. Не ящиков. Но это тоже много. И ушел. Потом приехали судовладельцы с ливийской стороны. Поводили их по палубе, по машине. И они уехали. Мы взяли нефть, которую повезем в Нью-Джерси, около Нью-Йорка. Переход будет занимать около 16 дней. Сейчас послушайте, какой звук издают шланги, когда они трутся в борт. Ну, там еще цепи на них висят. Вот эти звуки. Нефть ливийская. Ну, так. На память. Что, они вообще не шевелятся? Не, шевелятся, шевелятся. Да, шевелятся. Да, жидкая, жидкая. Мегапаскалик. Миллиметры. Вот, ждал, когда пришлют. Миллиметры водяного столба. Как раз для IG. IG, естественно. Да. Все, ты счастлив? Вообще. Как будто, как будто лично мне прислали. Как будто. Я мечтал. На день рождения. На день рождения прислали. Мы счастлив. На следующее утро по выходу из Ливийского порта мы решили сделать Main Engine Performance или снятие технических характеристик главного двигателя. Performance в переводе с английского обозначает представление спектакля, но в нашем случае технический язык это измерение эксплуатационных характеристик. Так как уже отсутствовали мы здесь по 4-5 месяцев на борту, что, естественно, надо немножко вспомнить. Была подсказочка. А так, просто позвонили на мостик, разогнались до 77 оборотов. Все кроме. Здесь уже видно наши характеристики в плане, например, давлений ПЗ, ПЦ, поиндикаторное. Это давление максимальное сгорание в цилиндрах, давление максимальное компрессии и индикаторное давление. На шести цилиндрах. Да-то 14-е вот она. Куда-то вот, допустим, сюда вот сделать и обратно его вернуться. А она, видите, проявляется она куда-то. Добрый день. Есть. Мы сейчас заняты, мы сейчас генетицируем главный. Немножко минут через 5-10. Ага, хорошо. Все. Ну и в нашем случае это, конечно, намного проще, чем на старых двигателях. Это винтовая характеристика. Тоже нужно было сделать скриншот и в конце месяца отправить в PDF. формат PDF. Все закончили индицировать. Раньше это надо было открывать индикаторные клапана. Все это там бумажки эти. Попасть надо было еще в такт главного двигателя. Это все в прошлом. Решил я прогуляться с камерой по машинному отделению. Посмотреть немного в другом виде. Видите, этот торчит дракон, как называется. Ну, это на жаргоне механическом. Это с вентиляцией мы подаем дополнительное охлаждение. У нас есть Sox Scrubber, который очищает выхлопные газы от окислов серы. И в том году сгорел монитор. Мы отослали гарантийную заявку. А в этом случае это внизу было сверху дополнительное охлаждение к насосу. Его тоже заклинило. Поэтому, чтобы не рисковать, так вот они и торчат сверху и снизу. Проходим мимо наших дизель-генераторов, каждый из которых вырабатывает электроэнергию 1100 кВт. Но мы больше 750 их не используем. Зашли в сепараторное отделение. Немножко, конечно, за 4 месяца внешний вид стал печальным. Надо, кстати, перед штатами что-то попытаться помыть. Потому что мы же очищаем выхлопные газы от серы. И вся эта сажа скапливается в нескольких танках. Предыдущий экипаж мыл. Развозюкали по палубе. Палуба светло-серая, эту серу. Сейчас надо филиппинцам сказать, чтобы они как-то пытались оттереть с помощью химии. Ну, краска уже заказана. Конечно, самая лучшая замывка это покраска, как в старые времена говорили. Покрасим, да и забудем. Так прошелся. В принципе, проблем-то больших нет. За год наш гарантийный, гарантийного срока мы создали, я напомню, что судно построено в Южной Корее. 109 гарантийных требований, гарантий-клеймс. Из них получили, не помню сколько, но где-то 25 просроченных я недавно считал. Но они еще идут чуть-чуть. Проходим мимо грузовых турбонасосов. И, в принципе, проблем у нас лично в машине такое, минимум, так скажем. На палубе я думал, что я приехал и с балластом все хорошо. Но оказалось, оно даже еще хуже, чем было раньше. При мне еще, если вспомнить, поменяли где-то 4 балластных клапана. Нет, даже 6, 6 поменяли, и сейчас мы вообще не можем его откатать. Потому что другие свистят, вакуум падает. У нас осталось 5 маленьких клапанов, это 150 диаметр. И сегодня нашли хоть хорошо парочку больших, 350. И завтра, скорее всего, полезем еще раз, проверим, чтобы быть уверенным и поменяем. Потому что эта откатка балласта превращается в какой-то ужас. В машинном отделении сегодня мы решили разобрать сепаратор масла на дизель-генераторы. И вот, пока что мы беседуем. Чтобы, я говорю, сразу, когда разбираем, собираем. Естественно, там куча есть этих Intermediate Service Kit. Это в сборе такой комплект, который идет, резинки и все остальное там уже. Лучше это все не запускать, сразу заказывать. Потому что все эти заявки идут минимум 4 месяца. Так как раз приедешь на следующий контракт, а все уже будет. А так, когда люди... Ну, это на этом пароходе у нас так не существует. Но на прошлом у меня такое было. Я закажу, другой приехал в Стормех. Выработал то, что я заказал. И ничего не сделал. Замечательно. Получается, я катаюсь, жду, жду. От меня заявок больше. Тот приезжает. Получается, он более выгодный, экономичный. Так не надо делать. Сделал, закажи. Сделал, закажи. Пока что филиппинцы разбирают, моют. Конечно, эти ребята с того контракта пооставались. Раньше я их знал еще 2 года назад. Все без наколок были. Сейчас все прям руки такие забиты этими татухами. Один фильтр только поменялся. Тут пошел на обед. Прибегает второй механизм. Не, слышу, что турбина крутится. И что-то как-то это главное начал работать. Прибегает Витя, второй механик. У нас тут вообще что-то такое происходит. Или что такое? Спасательная операция. Ну, я бегом за камерой сбегал. И выхожу, что такое. Оказывается, мы сделали петлю Вильямсона. В общем, капитан заметил. Сама начала рассказываю. Какие-то сети и лодка была безлюдная. Ну, там что-то вызывали по рации. Никого нет. Сделали петлю Вильямсона. Один раз, второй раз. Это я уже вышел. Смотрю, она с правого борта. Наконец, мы начали к ней приближаться. Я же думаю, посмотреть, кто там есть или нет. Ну, это рыбаки были. Это у берегов Северной Африки. Недалеко. Погода была идеальная. Мы шли как просто в озере. Вот. Проходит, как ее, резиновая надувная лодка с мотором. С правого борта. А смотрим, спасать-то некого. Оказывается, там какая-то канистра с дизельным топливом или с бензином. Ну, видимо, двигатель заглох. И их уже до нас спасли, так скажем. Ну, я надеюсь, что никто не утонул. Ну, капитан молодец. Сделали все, что могли. Могли бы просто проехать, да и все. Так посмотрели, убедились. И с чистой совестью пошли дальше. А мы пока что продолжали мучиться с балластом. Это уже взяли груз. И еще два дня его откатываем. Там это можно все, как бы, зачистить танки за три часа. А тут, получается, на двое суток растянулось. Просто все клапана свистят. Наступил вечер. Мы загрузились и пошли по направлению к Нью-Джерси. Будем идти в 16 дней. У нас проблемки с балластом. Как в том году были, так в этом и остались. Я думал, их порешали. Но нет. Вот посмотрел по этим гарантийным заявкам. И, оказывается, у нас еще пять клапанов. Надо их ставить. Вот они все. Сегодня их понаходил. Но это мелкие. Полезем. Завтра они балласт откатают. С терпом, с пампиком. И полезем, скорее всего, балластные танки менять. Но я тоже там буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok